Итак, мы видим побивание камнями, да? Значит, это было очень серьезное наказание. Иерусалим, это должно было происходить в специально отведенном месте, за пределами городских стен. Впереди процессии шел глашатый, объявляющий имя обвиненного человека, за ним следовали свидетели. Помните, я говорю, что украинское слово «гоньба», да? Да, да. Это означает украинское позор, в действительности, кража. То есть, это еврейская традиция, должны были на место наказания ввести, да? И объявлять вину этого человека. В Талмуд, говоришь, еще целый месяц так ходили, водили, но в действительности мы видим, что это все произошло очень быстро, да? Если хотя бы один человек находился, который мог бы свидетельствовать в пользу обвиняемого, да? То Синедрион пересматривал это дальше. Значит, шел глашатый, объявляющий имя обвиненного человека, и за ним следовали свидетели. Вместо оказывается, сбирался высокий и скалистый склон, с которого осужденного сначала сбрасывали вниз. Климент, один из отцов церкви, рассказывает о побитии камня брата господня Якова, что его сначала сбросили с крыши храма, а потом до смерти забили дубинами. То есть, сбрасывали человека, и это была более милостивая смерть, правда? Потому что он умирал, а потом уже просто забивали, в труб кидали камни. Если он не умирал сразу, то, конечно, это было более мучительно. Мужчин побивали камнями, а перед событием на место казни преступника просили исповедать свой грех, потому что исповедание греха гарантирует причастность к вечной жизни. Мужчин побивали камнями голыми, женщин во всей одежде. На расстоянии четырех локтей, около двух метров от места казни, человека раздевали, его одежду передавали свидетелям, которые затем отдавали ее родственникам побитого. И вот сейчас свидетели, которые должны были бросить камни, да? Помните, тоже снимали плащи, чтобы хорошо можно было размахнуться. И кто за всем делом занимался? Павел, да? Да. И обычно это делалось на возвышенном видном месте. И если даже в этот момент еще кто-то видел бегущего по дороге к месту казни, то казнь прекращалась. Но Павел находился на таком месте, и он мог бы, в принципе, каким-то образом отсрочить или прекратить казнь Стефана, да? Но он, наоборот, даже одобрял. Вот поэтому, говорится, за что? Он же не убивал его, в принципе. Да? Но, видите, совесть Павла мучила, продолжала мучить за эти вещи, что он имел власть отсрочить или дать, как говорится, делу пересмотр, да? Но он так не поступил. В равеннистических обсуждениях находятся следующие подробности. Первый свидетель толкал преступника вниз. Если после этого он оставался жив, второй свидетель убивал его камнем. Если это не приносило желаемого результата, в дело вступал третий свидетель. Если нужно было поднимать тяжелые камни, для принятия которых требовалось два человека, и свидетель побивавших суженов объединяли свои усилия. И это основывалось на втором законе, 17 глава, 7 стих. Рука. Свидетели должна быть на нем прежде всех, чтобы убить. И как относились фарисеи к этому? Они очень осуждали этот вид казни. Фарисеи считали жизнь человека священным. Поэтому они, как правило, уменьшали наказание и были против смертной казни. Заметьте, я недаром обратил внимание, кто катил бочку на Стефана? Ортодоксальные или евреи? Которые больше фарисеев заботить должно было вопрос чистоты. Помните, фарисеи были как раз веротерпимые. Это были другие эллинисты, которыми просто Стефан по каким-то вопросам стал поперек горла. То есть, в данном случае, даже не фарисеи виноваты в целом. И фарисеи, например, даже во время суда над Иешуа говорят, что они покинули зал. И Иешуа, когда судили, его судили среди малого корома. Там из 70 человек было только 23 человека. Да. И это были саддукеи, и не было кворума для того, чтобы приговорить его на смертную казнь. В Талмуде рассказана история человека, который ехал на лошади в субботу и был побит камнями. Не потому, что так надлежало поступить согласно закону, но потому, что это требовало ситуации. Причем, такие высказывания в Талмуде записаны дважды. В 62-м году снилися ревский правитель. Пересвященник Анан воспользовался условным случаем, чтобы приговорить Иакова, брата Иисуса, к побитию камнями. Но, 62-го года, почему-то, Иакова все терпели. В 62-м году его приговорили к побитию камнями. То есть, вы понимаете, что в то время побитие камнями уже перестало быть религиозным наказанием, а делалось исключительно из политических целей. Я хочу вам все это рассказать. Видите, евреи убили Иисуса. Опять-таки, какие евреи? Какая политическая группировка в этом была заинтересована? Вот фарисеи были такие плохие, поэтому и они убили Иисуса. Оказывается, не фарисеи, а саддукеи, как раз напротив, с которыми Иисус меньше всего спорил. Те, с которыми Он больше всего спорил, они не участвовали в этом. Я хочу у вас ломать стереотипы, которые привычные говорят. Опять-таки, проблема эллинистов. Проблема эллинистов. Были апостолы, и были они эллинистами среди апостолов. Были там эллинисты? Некоторые носили реческие именно, да? Но, скорее всего, они были в храме. А вот именно эллинисты, да, убили эллиниста Стефана. Видите, как интересно. Но евреи, христиан в храм допускали, и они были в определенном крыле храма. Кстати, тоже был вопрос на тесте, в каком крыле храма собирались христиане, да? И многие это, по-моему, Александр такой вопрос задал, да? На тесте, в каком крыле собираются христиане, да? Нет? Ну, я помню, что я тоже этот вопрос не написал. В свое время, да. Хорошо. Значит, иерусалимские евреи и христиане ничем не отличаются от правоверных иудеев, кроме веры свершившихся пришествия Иешуа. Вот. И они не являлись объектом преследования Саула. Скорее всего, Саула именно гнал каких? Евреев, находившихся в эллинистической культуре. Евреев-эллинистов. Потому что эллинисты были объектом жестоких преследований со стороны Синедриона. И помните, мы говорили, в 35-м по 38-й год этот конфликт особенно обострился. Но он был еще и до того, и после того. Хорошо. Теперь еще некоторые моменты, касающиеся первого века. Питер Хокин, он у нас преподавал, это католический священник-харизмат, он выделяет четыре чудесных неожиданных действия Бога в первом веке. Первая неожиданность. Сошествие Духа Святого. Можете это записать, да? Вторая неожиданность. Принятие Ишо самарянами. Самарян, вы помните, не считали евреями. По крайней мере, не полноценными евреями. Третья неожиданность. Принятие Ишо в Антиохии. И в Антиохии уже первая община или церковь, где кто были? И евреи, и неевреи, да? И всех их вместе стали потом называть христианами. Да. И четвертая нежиданность. Принятие Ишоа не обрезанными язычниками, такие как Корнилий. Хотя Корнилий тоже имел отношение. Он какой был? Бога боязненный, да? Он соблюдал всем законам Ноя, да? Он помогал еврейской общине, он был богобоязненный, но он не был обрезанный. И возник такой вот прецедент. Возник такой прецедент. И этот прецедент был разрешен в Иерусалимском соборе. Иерусалимский собор. Сколько было Иерусалимских соборов? Один. Второй сейчас готовится. Иерусалимский собор 51-й год нашей эры. Это был, помните, отчет об обращении язычника, Павла Варнау в обращении язычника устами апостола Петра и Якова, брата Господня. Была одобрена деятельность этих миссионеров. И что было сказано? Воздержаться от идола жертвына, от удавления блуда, не делать другим того, чего себе не хотите. То есть, это входит в всем законовное? Да. И ничего кроме этого, да? Но если кто-то из евреев хотел соблюдать все традиции, что-то было об этом сказано? Нет. Или некоторые говорят, что первый, да, это, по-моему, на тесте было, и я вам, может быть, возможно, дам. Верно или неверно, да, что Иерусалимский собор, значит, установил правила для жизни в церкви? Нет. Нет, неверно. Он установил только правила для, на каких условиях могут быть приняты, да, язычники в церкви. То есть, он не занимался этими вещами. Поэтому, вот, допустим, некоторые говорят, что они десятину не должны платить, потому что первый Иерусалимский собор ничего не говорил о десяти. То есть, вопрос десятины не стоял. И это не нужно было. И язычники платили десятину, да, и те, которые были прирождены евреи, платили десятину. И никакой проблемы в этом не было, да. То есть, правильный ответ будет какой? Это был вопрос о положении язычников в церкви, да, а не о жизни церковной. Хорошо. Затем иудеи-фанатики обвинили Павла в том, что он якобы ввел в храм язычника Трофима Ефесянина. Но вводил ли он такого язычника в храм? Нет. Помните, было в храме отдельное место для язычников, и любой язычник мог туда зайти. И мы говорили, что верующие, то есть, христиане, они собираются в определенном месте, и они тоже могли туда входить, да? Но вопрос шел в том, что Павел, он разрешался от обряда Назарейства. Да? Помните, когда ехал в Иерусалим, он отстрых волосы, то есть, он прекратил свое Назарейство, волосы отрастали длинные, их надо было постричь, да? И затем должен был принести, что? Жертву. И так как Павел был небогатый человек, то собрались еще несколько человек с такой же проблемой, они сложили в складчину деньги, да? И пошли в храм. И это вопрос вовсе не том, что каких-то язычников брал Павел. Ну, естественно, лжесвидетели всегда находятся. Хорошо. Итак, мы видим, что любые вот такие вещи, если мы будем рассуждать, то они не касаются противостояния евреев и христиан, да? Они касаются только определенных политических условий или противостояния определенных политических групп. Теперь поговорим немножко о миссии, миссии ранней церкви. Вы помните, что миссионеры, они вовсе не ходили и не говорили в синагоге, вы теперь должны отказаться от иудаизма. Было где-нибудь такое? Говорилось о Ишуа, миссии, о ее смерти и воскресении. Никаких вопросов традиции это не занимало. Правильно? Вот. И слово миссионер, да? Помните, цирк на юрите? А, миссионер происходит от латинского слова митто, от слова я посылаю и миссионер означает посланный. Аналогом я посылаю значит латинское митто, а я посылаю на греческом апостелло. Следовательно, исходя из этой точки зрения, слово апостол и миссионер это что? Синонимы. и соответствует еще еврейскому термину шалих, потому что есть такое понятие шалих цибур, да? Тот, кто говорит от имени общины. Это или человек, ведущий молитву, или были шлихим посланы для решения каких-то вопросов в другую еврейскую общину, или даже к императору, рабе Акива тоже так ездил с такими вещами. Это шалих. Итак, миссионер, апостол, шалих это синонимы. Естественно, понятие миссии подразумевает трех составляющих. Тот, кто посылает, тот, кого посылает, и тот, кому посылает. И провозглашение благой вести, то есть предполагает наличие гласности и авторитета. Должен миссионер иметь авторитет? Да, естественно. И Евангелие означает благая весть. Какая же благая весть? Покайтесь, да, приблизив Царство Божие. Царство Божие и Бог это синонимы. И кто есть тот Бог? И что? Мессия. Он и есть Бог, и он есть воплощение Царства Божьего. Хорошо. И никакое понятие в еврите для слова обращение покаяния? Шува. Потому что я одно время преподавал в миссионерской школе для муцельманских народов, когда сам ее закончил, а потом преподавал. Мессианский иудаизм. А потом меня один человек спросил, ну и сколько евреев вы обратили в христианство? Я сказал, слава Богу, ни одного. понимаете? То есть человек слушал-слушал, а потом так и не понял то, чего я говорю. Значит, обращение это не значит, что человек отказывается от иудаизма и отказывается от еврейской культуры и уже становится христианином. Да? В данном случае обращение шува, покаяние. Это буквально что? Шел человек в одну сторону, да? Потом посмотрел и увидел, что он неправильно идет. И пошел в другую сторону. Но это не значит отказ от всего, что у него было раньше. Да? Чтобы вы тоже поняли. Хорошо. И эти миссионеры, в том числе и апостолы, которых мы называем апостолы, они пошли в разные страны. Они проповедовали Верец, Исраэль, Сирии, Малой Азии, Греции, Македонии, восточном побережье Адриатического моря. И даже Павел собирался пойти в Испанию. А раз он собирался идти в Испанию, значит, какие-то люди там были. Помните, он говорит, я вам расскажу еще о чем-то таком, чего вы не знаете. Но там тоже уже были определенные верующие. Петр был в Вавилонии, то есть на территории Персии и Ирака, да? Вот другие Фома, вы помните, там дошел до Индии. Есть такое мнение, что был Андрей на территории, ну, сказано, Скифии. Это не значит, что он на Украине был. Украины, как таково, не существовало. Но есть такое мнение, что он там был. То есть разные апостолы были в разных местах. И большинство из них, вы знаете, потом приняли такой или иной степени мучительную смерть. Да. Хорошо. Иудейская война. Иудейская война. Вот Иудейская война, это был тот водораздел, после которого христианство и иудаизм разделились и стали враждебны друг другу. Иудейская война происходила с 68 по 70 год нашей эры. Помните, что были такие зелоты, которые вели партизанскую войну. И помните, я рассказывал о прокураторе Флоре, который стремился обогатиться. И все это нагнетание обстановки были виноваты в свою очередь ремляне, были в свою очередь и евреи, и вот это недопонимание, непонимание и ожесточение друг против друга привело к войне. Ну, Талмуд указывает официально поводом войны, то, что евреи, это как сказать, ненависть евреев друг к другу, беспричинная ненависть. Потому что были такой камца и бар камца. И они не любили друг друга. И когда один вельмож пригласил ко мне, не помню, камцу, по ошибке пришел туда бар камца. Ну, сын камца. И когда он пришел, тот его начал выгонять. Он сказал, ну, мне неудобно, вот люди уже я пришел, что ж ты меня выгоняешь? Оставь меня здесь. Но тот его выгнал. Тогда тот второй решил отомстить. И что он сделал? Каждый год император на Суккот. Помните, когда Суккот чем отличается от других праздников? А еще особенности. Есть особый день Шмини Ацарет для жертвоприношения за народы мира. И в Суккот многие приходят в Иерусалим, чтобы принести жертвы. Император на Суккот отправлял определенного там, не знаю, быка или теленка. Да. И этот человек взял, надрезал ему ухо. Так как ухо у быка было отрезано или надрезано, то этот бык уже был некошерный. И возник вопрос. Либо отказаться принести жертву, значит, обидеть императора. Либо принести в жертву некошерное животное. Нет, кошерное не в том смысле, что у него копыта не раздвоидают, а в том смысле, что он имеет повреждения, и он в таком случае тоже некошерный считается. Значит, что делать? И когда отказались привести жертву, это служило как раз поводом бунтом. Потому что народ, если бы принесли в жертву некошерное животное, взбунтовался бы. А не принесли в жертву, тогда обиделись римляне. И вот такое началось. Это произошло в 65-м году нашей эры. И евреи одерживали ряд побед над римлянами. И в то время был император Нерон. Крайне жестокий, импульсивный человек. Характер его во многом был похож на характер Гитлера. И мне кажется, я не верю в перерождение душ. Но некоторые люди как будто действительно переселяются. Помните, я говорю, Шизгисхан, Сталин, да? Да, потому что дух, который действует, не дух человека переселяется, но определенные люди бывают одержимы и тем же духом. У них даже биографии, многие общие черты. И Нерон назначил карательную экспедицию. Карательную экспедицию возглавил талантливый полководец, как его звали? Веспасиан, да. Веспасиан. А ему противоставляли вожди Иоанн Гискальский, Елеазар бен Симон и Симон бен Геора. Три вождя было в Иерусалиме. Иоанн Гискальский, Элеазар бен Симон и Симон бен Геора. С 68-го по 70-е годы продолжалась осада Иерусалима. Но вся беда в том, что между жителями Иерусалима не было единства. Все вот эти три группировки, каждая группировка поддерживала своего вождя. И даже произошло то, что когда римляне в конце ходили в Иерусалим, им не надо было убивать евреев, потому что евреи уже убивали друг друга. Римляне в слип просто добивали уже остатки евреев. Это было сумасшествие. Свою роду. Но что интересно, первоначально мессианские евреи, евреи, верующие Иешуа, они участвовали в обороне Иерусалима? Первоначально они участвовали в обороне Иерусалима. Но произошло очень интересное событие. Веспасиан пошел усмирять войска после смерти Нерона, чтобы занять свой престол. И оставил какого сына? Тита, и на некоторое время Иерусалима осада была снята. Помните этот случай? И что сделали мессианские евреи? Мессианские евреи покинули в это время город. И поэтому их обвинили в предательстве. И уже после того, как они покинули город, вот это и возникло, что все начали сражаться со всеми. Дух Божий ушел вместе с ними. Но был там еще один важный фарисейский учитель, которого звали Яханан бен Закай. Яханан бен Закай. Да. И Яханан бен Закай видел, что фактически Иерусалим скоро падет. Да? Что нужно было делать Яханан бен Закай? Сохранить Стору и сохранить еврейских мудрецов. Но Яханан Закай сам был в оппозиции к этим экстремистам, которые удерживали Иерусалим. Если бы он попытался вести какие-то переговоры с римлянами, что с ним случилось бы? Его убили. Поэтому он решил сыграть в ящик. И сыграл. И вынесли его ученики в гробу в белых тапочках. Очень интересная история, да? Веспасиан еще тогда не император. Встает утром, я люблю иллюстрировать Тору. Потягивается. О, лепота! Кругом там осадные машины, рильни бегают, трубы трубят, барабаны стучат. Красота. Смотрит по дороге. Гроб спокойненько. И вдоль дороги хасиды в талитах стоят. и тишина. Подходят, идут в гроб раз, раскалываются, из него выскакивает Яханан Бензакай. И говорит, о, приветствую тебя, император. Но это, можно сказать, провокация. При таком императоре, как Нероне, вой война звать императором Веспасиана. Я тебе, Юрий, ух, что я сейчас с тобой сделаю? Говорит Веспасиан. А ты, подожди до вечера. И к вечеру приходит делегация и говорит, в Риме беспорядки, Нерон убит, и народ провозглашает тебя, ну, не народ, это были так называемые солдатские императоры, да, провозглашает тебя императором. Кстати, кто первый сказал, что деньги не пахнут? Да, Веспасиан, когда пришел к власти, первое, что он сделал в Риме, ему же нужны были деньги для того, чтобы платить войска, он ввел платные туалеты. И тогда, значит, сын Иутит показал монетку, которую там платить надо было в туалете. Чем, говорит, пахнет? Он говорит, деньги не пахнут. И вот этот Веспасиан, когда увидел, что пророчество Яханана бен Закая сбылось, он сказал, ну, что тебе надо, я все сделаю. И Яханан бен Закая попросил три вещи. Первое, пощадить город Явне, где в это время была Яшива, и находящихся в нем мудрецов. Второе, разрешить переселиться туда Рабану Шимону бен Гамлиэлю. Гамлиэль, если вы помните, это был тот, который стал после смерти Гелеля. И у кого, кто учился Гамлиэля? Павел, да. После смерти Гамлиэля был его сын Шимон бен Гамлиэль. Он был главой Санхедрина. И третье, что он просил послать в Иерусалим врача для помощи представил ему Раби Цадоку. То есть, видите, для себя он ничего не просил. И все эти три вещи были выполнены. Яханан бен Закай и его ученики пришли в город Явне. И именно в городе Явне началось разделение между последователями Закайя. И стали ортодоксальными евреями такими, какими мы видим их сейчас. Правда? За две тысячи лет. Итак, отметьте, что именно в городе Явне иудаизм стал такой религией, как учили фарисеи. Первое, что делали ученые академии, они решали, какие тексты считать священными. они решили, какие тексты считать священными. Помните, первая кодировка Талмуда произошла во времена какого учителя? Эзры, да? Да. Эзры. А здесь новая кодировка Талмуда была, и тогда уже Даниила книга, кодировка этого, не Талмуда, как сказать, Танаха, Танаха, да. Новая, значит, канонизация, канонизация Танаха, да, я ошибся, значит, канонизация Танаха, и они решили, какие тексты считать священными. В частности, вошли те тексты, которые сомневались, да, это вот песнь песней, да, и книга пророка Даниила, но книга пророка Даниила была отнесена не к пророческим книгам, а каким? К Писанию. Почему? Потому что считалось, что самая пророческая, самая главная, Слово Божье это что? Тора, менее боговдохновенное это пророки и менее боговдохновенное Писание. Но так как у Даниила есть точное предсказание прихода Ишо, да, то они отнесли к менее боговдохновенным. Дальше второе. Они установили литургию. Опять храм был разрушен, да, опять храм был разрушен, и нужно было установить литургию. Ну, то есть прототип того Сидура, который мы сейчас пользуемся. Ну, сейчас это более Сидур такой, там есть и ашкинастская культура, есть и фарская культура, но уже какой-то прототип был установлен. Значит, решили, что молитва Богу заменяет жертвоприношение, да, это было одно из положений. Либо им нужно было вообще закрыть лавочку, да, как там закрыть лавочку? Баста, да, баста карапузики. Либо пойти на такое вот утверждение, и это утверждение по Торе, правильно оно? Абсолютно неправильно, потому что жертвоприношение есть жертвоприношение. Верующий в Иешуа в Мессию верят что? Иешуа, да. Но неверующий в Иешуа в Мессию имеет покрытие своих грехов, аж никакого. Ну, для успокоения совести можно сказать, что вот они так решили. Горовая молитва Богу была заменена текстами, записанными молитвами Никсидур. Пути христианства и иудаизма разошлись окончательно. Следующий пункт. В Явне были изданы такие постановления, которые назывались такканот. 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 Это означает официальные указы Равината. В частности, в молитву Шмане Эсре было что добавлено? Одно проклятие. И вы помните, что Шимон Малый, который сам это придумывал в проклятие, он потом два часа вспоминал. Что же он такое сочинил? Потому что с тех пор стали читать молитву, и если человек сбивался в этой молитве, на этом, то считали его тайным христианином. Потому что естественно верующий сам себя проклинать не будет. Ни в чем другом отличий не было. Ни в одежде, ни в литургии, ни в чем. Да не будет надежды у отступников, покуда не вернутся они к Тори твои, и да исчезнут миг. Вначале было сказано ноцрим и миним, то есть конкретно христиане и миним, и на коверующие. Но затем стали изменять. нохрейтан, допустим, и другие, то есть отступники и еретики. И уже не говорили слово нацрим конкретно. И ученики бен-закая конкретно уже стали равенными. Слово араби означает мой наставник или мой господин. Итак, 70-й год это год разрушения второго храма и год водораздела. Год водораздела. Да? Второй храм был разрушен какого числа? 9-го ава. Помните, я говорил, 9-ая ава это такое время, когда было очень неприятные вещи с евреями. И поэтому этот день у евреев, это день траура. Хорошо. Затем прошло 60 лет, да? 132-135 год восстание Бар-Кохбы. И снова восстание Бар-Кохбы повлекло поражение. Было в общей сложности в этих войнах убыто свыше миллиона евреев. В особенности при падении Иерусалима. Там было убито где-то 900 тысяч евреев, около 100 тысяч было продано в рабство, миллионное разрешение. Вот представьте себе, если бы сбросили где-то атомную бомбу, да? И убили бы миллион человек, скажем, в Молдавии. Да? По трагедии это примерно было равносильно. Вот с этого момента, итак, вы должны помнить, какие две даты? 70-й год разрушения храма, да? Да, 133-135 год, это что? Баркоба. После 135-го года, да, евреев, эрыц и сраэль осталось очень мало. Были несколько там мест, где сидели мудрецы, которые писали свои сочинения, о которых мы поговорим завтра, о Талмуде, мы поговорим завтра, о Мишне и Гемаре. и большинство евреев были рассеяны по всей территории Римской империи. И для преследования христиан, и для преследования иудеев был построен специальный, так сказать, комплекс, да, туристическо-спортивный комплекс, который как назывался? Колизей, да. Вы знаете, это было специально для кого-то надо было, куда-то надо было девать избыток людей. Так что это страшная вещь. Вы знаете, что Колизей разбирали специально по камням, по приказу Папы Римского, одного из последующих, и так и не разобрали. Настолько он был прочно построен, что даже невыгодно было уже разламывать. Его не варвары разобрали, его сами жители Рима. разобрали, но не по ласцу. Страшное место, место проклятия. Итак, какие обвинения были против христиан предъявлены? Первое. В момент национального кризиса они пренебрегли интересами нации. В момент национального кризиса они пренебрегли интересами нации. Разрушение Иерусалима и храма должно было привести к сплочению рядов. рядов. А как лучше всего сделать сплочение рядов? Создать образ врага. Согласны? Да? Маша и Даша будут дружить против Саши. Это самый лучший способ сплочения рядов. Итак, евреи, верующие в Яшово Мессии, были исключены по следующим причинам. Первое. Это обвинение, что они пренебрегли в момент национального кризиса интересами нации. Второе. Нужно было сплотить ряды. Третье. Так как еврейские верующие часто смешивались с верующими в Мессию, надо было их как-то отделить. Если бы они жили вместе и посещали синагоги, как вы называете, ортодоксальные верующие, женились бы на верующих Яшово. Да, они и потом женились, но все равно. Вот. Долго, еще четвертый, еще пятый век они посещали синагоги вместе. В особенности это было на Востоке, где Римская империя еще не достигала. И мы будем говорить о сирийском, и о сирийском христианстве оно несло в себе очень много иудейского. И даже в Японии, я вам рассказывал, до сих пор есть группа христиан, всех-то христиан Японии, от первоначальных христиан, которые, если у них рождается ребенок, мальчик, они рисуют углем крест на лбу и заворачивают в Толит с боген-давидом. Вот такие были ранее христиане, которые пошли на Восток. Я о них собрал, будучи в Казахстане, очень много интересного. Как-нибудь мы этому тоже посвятим истории. И так, для того, чтобы разделить, как вы думаете, при таком совместном проживании, кого бы больше становилось? Ортодоксальных иудеев или христиан? Я думаю, верующих христиан, да, и собеседей было бы больше. Чтобы разделить их, значит, нужно было, чтобы они были уже изгнаны из синагоги. Вот. Ну, и с другой стороны, и христиане тоже виноваты были. Потому что христиане заявили, что разрушение храма, это произошло как акт правосудия, как акт наказания за отвержение Мессии. Вот вам храм разрушили, вот нате вам, теперь на одной жертве вам не будет. Сами виноваты, да? То есть, я вам хочу объяснить, что было недопонимание с обеих сторон. И среди верующих христиан создалось своеобразное. Вы понимаете, у Ишоа, слава Богу, детей не было. Что там они говорят про эту Марию, Багдалину и так далее. Вы представьте себе, если бы они были, насколько бы история их была. Слава Богу, не было. Но были братья у Ишоа. Вот. Яков праведный, брат Господин, был казнен в смутное время, в 62-м году нашей эры, по приказу первосвященника Анания. И вы помните, что Яков не принадлежал к 12-ти ученикам Ишоа. Даже наоборот, когда Ишоа был жив, между братьями существовало отчуждение. Иоанна 7, дробь 5, ибо братья его не верили в его. Братья Ишоа восстанавливали против его родной мать и препятствовали ему осуществлять призвание. Потому что пришли матери, братья его, и стали звать его. Непонимание родных вызывало чувство обиды и глубоко ранило сердце Ишоа. Но после смерти Ишоа, Иаков, брат Господи, уверовал в него. Следующим, вторым, это он был первым иерусалимским епископом. Вторым иерусалимским епископом был Симеон, сын Клеопы, младшего брата Иосифа. Симеон, сын Клеопы, младшего брата Иосифа. То есть, создалась своеобразная династия, происшедшая от братьев Ишоа. И ушедшие из Иерусалима гордились своим нищенством, как титулом благородства, и называли себя Эвианим. 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 Или их потом называли Эвианиты, да? Эвианиты. Хорошо. Эвианизм и назарейство продолжали существовать в отдаленных районах Сирии в таком же виде и на Кипре до V-VI веков. После V-VI века о мессианских евреях уже никто не слышал. Но вы отметьте, что Эвианиты и назареи продолжали существовать в отдаленных областях Сирии и на Кипре до V-VI веков. Затем они исчезли либо в результате проследования императорами римскими, либо в результате исследования ислама. С точки зрения Магомета все христиане назареи. Я еще забыл сказать точка зрения иудеев, а точка зрения мусульман какая? Что Иисус был праведный пророк, поэтому Бог не мог его казнить. И вместо Иисуса умер Иуда. Вот его-то и надо было казнить на кресте, а Иисус он не был казнен. Поэтому мусульман немножко другая точка зрения на это. И вот такая взаимная ненависть и вражда, отчуждение порождает отчуждение. Мы с перечислить перспективы типа такое, а Вася первый начал. И хотя евреи действительно первые начали преследовать христиан, но христиане стали преследовать евреев. Я говорю о ортодоксальных евреях, потому что не о евреях и христианах, евреях мессианских. И дальнейшая история мы поговорим об этом. Вася мессианская мессианская